Эх, если бы я могла исполнить по-английски песню, предположим, yesterday или что-то в этом роде, тогда это было бы замечательно, потому что сегодня все, кто любит Битлз, отмечают День Битломана. Доброе утро, друзья! 16 января 2018 год, вторник, просыпайтесь в хорошем настроении. Неожиданно музыкальный вторник у нас наступил... А как иначе, сегодня все будут петь эти песни. Ирина Черная задает тон с самого утра, ну а я, Алина Маринина, с огромным удовольствием подхвачу этот ритм в стиле Битлз. Сегодня мы обязательно узнаем не только об этом, нас ждет интересное утро. Смотрите телеканал Дон-24, это утренний телеканал Ростовской области. И, естественно, прямо сейчас узнаете много чего интересного, и прогноз погоды, и гороскоп, и много полезных и важных новостей. А к этому я могу, Алиночка, добавить, что мы сегодня все вместе научимся варить не что-нибудь, а лед. Вот, потому что сегодня отмечается день ледовара, и такая профессия, оказывается, существует на свете. Обязательно испечем французский бакет и приготовим к нему горячий шоколад, опять же, не с чем-нибудь, а с перцем чили. Сегодня вообще такой изумительно необыкновенный день. Напомним всем, что вы можете стать народными корреспондентами. Для этого надо только дозвониться к нам в студию по телефону, который вы узнаете чуть позднее. А что еще сегодня будет интересного? Конечно же, вспомним, какой день в истории сегодняшней. Это 16 января. Чем же он отличился? Как-то незаурядно, так бы я сказала. Ну и, естественно, прогноз погоды, гороскоп. Все это сегодня будет утром. Безусловно. Без этого утра не начинаем, как и без утреннего телеканала Ростовской области. Потому как всем известно, главное, как день начать. Как начал, так его и проведешь. А если начинать его с новостями из Донской столицы, то ты точно будешь уверен, что ты тут у нас в Ростове-на-Дону и Ростовской области. А если нет, то скоро будешь в гостях. Все очень просто. Включайте свои телевизоры и смотрим не только программу «Утро», а главное – смотрим новости. И снова всем доброе утро. Напомню, что сегодня 16 января. И сегодня все заливщики льда, будь то профессиональные, которые работают на всевозможных катках, и те, кто заливает во дворе катки для детвора, они все отмечают свой профессиональный праздник. А если я заливаю лед в морозилку, ставлю, тоже могу отмечать? Алина, ты тоже можешь отмечать сегодня этот праздник. Это хорошая идея. Кстати, я думала, как же подтесаться к этому празднику? Вот она, оказывается, как. Так вот, дата была для этого праздника выбрана совершенно не случайно, потому что 16 января 1901 года родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел, сейчас я попробую прочитать правильно, Ресуфри... Ой, нет, не получается. В общем, ледовый комбайн для восстановления льда на катках. До этого лед заливался и выравнивался вручную. И насколько удачным получится выступление фигуристов или хоккеистов, конечно же, зависит от того, каким будет лед. Однако эти люди, они всегда остаются в тени, и овации зрителей слышат лишь только приглушенно, потому что они контролируют качество льда. Процесс варки льда очень кропотливый, он занимает около 7 дней. И там и покраска, и толщина льда, все это очень долго делается. И когда наносится последний слой льда, так только тогда можно будет выпустить людей на лед. Спортмены и тренеры, и просто любители ледовых видов спорта могут сегодня поздравить ледоваров с их профессиональным праздником и сказать им спасибо за свой вклад в спортивные медали. Но и в нашей Ростовской области, и в Ростове в том числе, в нашей южной столице есть, оказывается, катки и льды. А вот где? Между нами у кого-то тает лед, а у нас варят лед. А у нас варят лед, действительно. У нас варят лед, и неплохо его сварили в Айс-Арене. Это спортивно-развлекательный комплекс, самый известный, наверное, в Ростове-на-Дону. Открылся он в декабре 2014 года, не так давно. Он состоит из двух зданий, там есть целых два катка. Стандартный для соревнований и малый каток для массового катания. Так вот, Айс-Арена является тренировочной базой и запасным стадионом хоккейного клуба Ростов. Первую официальную игру ростовчане здесь провели 7 марта 2015 года. Ну и, естественно, Айс-Арена является еще и просто местом для прекрасного времяпрепровождения ростовчан. Они там катаются, заряжаются энергией и тренируют мышцы. А если вы хотите тренировать мышцы не только на катке, а и заняться таким видом спорта или направлением, как бёрпи, ну тогда вместе с нами в спортивный зал. Бёрпи – это лучшее упражнение для всего тела. Оно включает в работу все мышцы, мгновенно поднимает пульс и позволяет сжечь огромное количество калорий. На одно бёрпи затрачивается примерно полторы килокалории. Предлагаем вам три уровня сложности этого упражнения. Первый уровень – начальный. Быстрым шагом, без прыжка, примите положение планки. Контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Опустите колени на пол и выполните отжимания, сгибая локти назад. При этом тело от колен до макушки должно представлять собой ровную линию. Выполните шаг стопами к ладоням и сделайте прыжок вверх. Второй уровень – средний. С помощью прыжка примите положение планки. Контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Сгибая локти назад, касайтесь грудью пола. При этом ваше тело – ровная линия от пяток до макушки. Опирайтесь на колени перед подъёмом. Прыжком перенесите стопы к ладоням и выполните ещё один прыжок вверх. Третий уровень – профи. С помощью прыжка примите положение планки. Контролируйте поясницу и положение ладоней под плечевыми суставами. Сгибая локти назад, касайтесь грудью пола. Ваше тело должно представлять собой ровную линию от пяток до макушки. Поднимите себя вверх, разгибая локти, но не провисая в плечевых суставах. И прыжком перенесите стопы к ладоням. Затем выпрыгните вверх, максимально подтягивая колени к груди. Начните выполнять по 10 бёрпи в день и постепенно увеличивайте их количество. Также экспериментируйте с уровнем сложности. После выполнения этого упражнения ваш метаболизм будет работать намного активнее в течение всего дня. Делайте бёрпи и будьте в форме! Большинство ростовчан начинают своё утро с завтрака. Ну, те, кто завтракает вообще в принципе. Так вот, естественно, у многих из нас завтрак ассоциируется с прекрасными бутербродами. Но обычно колбасу или сыр мы кладём на хлеб. Ну и многие предпочитают резать багет. И хруст французской булки. Прямо вот так и захотелось произнести. Да. Так вот, мало кто задумывается о том, что именно французский багет может попасть в список наследия ЮНЕСКО в ближайшее время. И это будет... Лихо закручен сюжет. Да, и это будет такой момент, что у каждого из нас весьма интересный продукт будет. Продукт будет, вот так правильно сказать. Так вот, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложение французских пекарей внести традиционный багет в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Дело в том, что пекари по традиции преподнесли Макрону королевскую галету. В связи с наступлением Нового года пирог с военной начинкой. Ну и поговорили о том, чтобы внести багет в этот самый список. Дело в том, что это такой же символ Франции, как и Эйфелева башня. Относительно происхождения багета бытуют несколько версий. Согласно одной из них, тонкая булка появилась во время наполеоновских войн, чтобы солдаты могли носить ее в штанах. Однако очевидно, что это не очень удобно, да и военные во все времена предпочитали более грубый хлеб. Но это только одна из версий. А вообще, багет, конечно, рецепт этого французского багета охраняется законом во Франции. Он включает только пшеничную муку, воду, дрожжи или закваску, а также соль. Также позволяется добавить до 0,5% бобовой муки, либо соевой муки, либо до 0,3% муки из пшеничного солода. Проверить качество багета можно, сжав пальцами мякиш. Если хлеб медленно возвращается к первоначальной форме, перед вами хороший багет. И сейчас я вижу, как люди начали сжимать багеты. Так вот, да, французский багет, кстати, достаточно полезен, там и белки, и жиры, и углеводы содержатся. Ну а вообще в 100 грамм французского багета 272 килокалории содержится на секундочку. И если к этому багету добавить еще горячий шоколад с перцем чили, то ваш завтрак будет весьма интересным. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так бы пила горячий шоколад, хрустела французская булка и никуда не уходила, ни на какую работу, и вообще ничем бы не занималась. И те, кто сейчас сидит возле экранов, наверное, подумали, что самая хорошая работа – это как раз-таки работа на телевидении. В принципе, вы не ошиблись, потому что вы можете стать народным корреспондентом, народным ведущим, любым человеком народным. Для этого надо очень мало. Надо просто позвонить по телефону 928-164-2424 или прислать свое резюме или связаться с нами, опять же, через электронную почту «Утро-собака-дон-24-тв». И тогда вы сможете поучаствовать в нашей программе. Как это сделать, мы вам объясним, когда вы с нами свяжетесь. Ну а сейчас традиционно время погоды. Да, очень интересно, что синоптики обещают на сегодняшний день. Напомню, 16 января на календаре вторник, и погода днем будет минус 2, минус 4. Вероятность снега велика, местами обязательно будут осадки. Ну и, естественно, ветер 7-12 метров в секунду. В Чертковой и Вишенской сегодня будет холодно до минус 5, предположительно, будет снег. В Таганроге минус 3 снег, в Белой Калитве чуть прохладнее, минус 4 и тоже снег. Шахты минус 4, Аблимская минус 6, сейчас там минус 17. О, друзья мои, укрывайтесь теплыми одеялами. В Волгодонске тоже прохладно, до минус 5 будет, как и в Сальске. В Сальске, кстати, теплее, минус 4. Но и там, и там пройдет обязательно снег. В самое время одеваться тепло, не забывать шапки, шарфы и перчатки. Ну и, конечно же, узнать, что нам предсказывают звезды на день сегодняшний. Время гороскопа. Овны, не упрямьтесь и не сопротивляйтесь новым веяниям в вашей жизни. Сегодня вероятны непредвиденные расходы. У тельцов будет непростой день. Вам нужно остановиться, осмотреться, отбросить амбиции. Вы на пороге новых открытий. Близнецам сегодня не следует принимать принципиальных решений. Траты будут неоправданные. Раки, откажитесь от своих амбициозных планов. Разум вам сегодня плохой подсказчик. У львов время тонкой интуиции и творческого начала. Все это вы сможете проявить на работе. Девам стоит вложить деньги в знания, хорошо записаться на курсы и завершить все дела. Весы. Сегодня вами движет выгода и чувства. Актуальны вопросы авторитета и новых возможностей. Скорпионам разумно использовать первую половину дня, чтобы разорвать отношения, которые себя давно изжили и вносят в вашу жизнь дисгармонию. Стрельцам стоит позаботиться о своем здоровье. Не переедайте сегодня. Вероятно, финансовая расточительность. У козерогов будет неплохой день, но повод для расстройства все же найдется. И связан он с отношениями и с желанием ускорить развитие ситуации. У водолеев настроение будет очень даже неплохое. Вам представится возможность исправить какие-то ситуации. Чрезмерный размах может негативно повлиять на финансы. Рыбам следует скептически подойти ко всем заманчивым предложениям, но тщательно все проверить. А в делах появятся отсрочки, задержки и проволочки. Второй день рабочей недели. На дворе, собственно говоря, вторник, дорогие друзья. И многие, конечно, после столь длительных праздников не хотят идти на работу. Такое бывает. Но я уверена, что мы обязательно справимся с этим желанием не королевских мокровей, чтобы проводить время дома, отдыхать. Хотя у королевских персон тоже много забот и хлопот, как бы нам не казалось обратной. Так вот, Елизавета Вторая недавно дала большое интервью одному известнейшему телеканалу о том, как правильно носить корону и какой вред она может причинить здоровью. Совершенно неожиданно. Сейчас короны все свои сняли. Действительно неожиданно. По ее словам, корона настолько тяжелая, что нельзя опускать голову, пока она на вас надета. Нельзя смотреть вниз, чтобы прочитать текст во время обращений. Он должен быть чуть выше уровня глаз. То есть вот так надо смотреть? Смотришь, да. Чуть выше уровня глаз. Посмотрели, да, и посмотрели все так вперед. Потому что если ты опустишь голову, то у тебя сломается шея. Все очень просто. Очень просто, понятно. Представляете, как тяжело объективно монарху сидеть несколько часов, оказывается, в этой самой короне. А все говорят, а почему же так редко ее выносят и надевают? Потому что шею хотят сохранить. Алиночка, ты помнишь такое выражение «тяжелатый шапка-мономаха»? Шапка-мономаха весила 3,5 килограмма. И точно так же можно было и шею сломать, и уронить, и вообще убиться. Ее одевали тогда, когда была очень сильная головная боль. Вот эта тяжесть, она просто давила так, чтобы забывал человек, что у нее голова болит. Нет, на самом деле меня, конечно, королева Великобритании сильно удивила, нужно отметить. Потому что вот этот рассказ о том, что можно и что нельзя, это, представляете, можно проходить целую, как мы расписываемся на работе, о том, что мы провели осмотр, ну, что мы умеем, технику безопасности. Безопасности, мы умеем носить корону. То есть перед тем, как надевать корону, ты должен пройти технику безопасности. Опасное дело, друзья, так что если у вас где-то дома находится корона, будьте осторожнее все-таки, снимайте ее, когда идете на работу. Пусть так и будет. Ну и, конечно же, с любой короной связана история. 16 января, каким этот день запомнился в истории, узнаем прямо сейчас. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где начали свою дорогу к славе «Битлз». С 2001 года 16 января по решению ООН отмечается как Всемирный день «Битлз». Именно в этот день в Ливерпуле открыт джазовый клуб «Пещера» и при открытии клуба было заявлено, что цель его создания – сделать Ливерпуль городом с лучшим джазовым клубом. Так оно и получилось. В наши дни пещера пользуется невероятной популярностью, и посещение этого клуба – мечта всех битломанов. В этот день, 55 лет назад, в 1963 году, Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы. В этот период в мире сложилась непростая политическая ситуация. Разгорались страсти вокруг Кубы. Нормой стала жесткая пропагандистская риторика между СССР и США, в которой постоянными элементами были взаимные обвинения и откровенные угрозы. В этот день родились Викентий Вересаев, русский и советский писатель. Романы «В тупике. Сестры», документальное исследование о Пушкине и Гугле, воспоминания. Вересаев перевел на русский язык многие произведения древнегреческой культуры, в числе которых «Илиада» и «Одиссея». Также 16 января 1934 года родился Василий Лановой, советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР. Все мы помним прекрасные картины «Алые паруса», «Полосатый рейс», «Офицеры», «Война и мир», «Анна Каренина». Культовые фильмы с участием Василия Ланового. Ну и продолжу тему истории, тему Битлз. Конечно же нельзя так двумя строчками сказать и пройти мимо, потому что битломаны нам бы этого просто, Алиночка, не просили. Ведь именно сегодня, 16 января, их всех колонок и наушников звучит Yes Today, Yellow Submarine, Little Be и все в этом. У меня произношение английское вообще замечательное, как, видимо, у битлов. И другие творческие произведения одной из самых популярных музыкальных групп всех времен и народов, легендарной четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО это Всемирный день Битлз. И дата, конечно, выбрана не случайно, потому что в Ливерпуле 16 января 57-го года открылся клуб «Пещера», где стали выступать еще никому неизвестные молодые музыканты Джон Леннон, Фолл Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий Битлз – Ринго Старт. И позже, 16 января, случилось еще одно знаменательное событие в истории The Beatles. В этот день, в 64-м году, журнал «Хэшбокс» присвоил песню. Я попробую прочитать, как она называется. «I want to hold your hand», наверное, так. Первое место в американском хит-параде. После этого этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней. В привычном составе Битлз отработали 8 лет. За это время они официально выпустили 13 альбомов. Каждая песня становилась настоящим хитом. И начав с подражания классикам американского рок-н-ролла, потому что большое влияние на четверку, конечно же, оказал Элвис Пресли, Битлз пришли к собственному стилю. Всемирное признание группы получило в 63-м году. Ну, а мы решили, друзья, спросить в нашем небольшом коллективе, «Помнят ли Битлз? Поют ли Битлз? Слушают ли Битлз?» «Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I miss you. Remember I always be true». Все, дальше не помню. Я Битлз знаю, помню, но петь не рискну. Я не могу рядом с такими замечательными исполнениями, так сказать, ставить свое. Понимаете, мне страшно нравятся, какие они работяги, потому что, как говорят, чтобы стать Битлз из вот этих пареньков, из какого-то там, где их в сарае, которые репетируют, они репетировали по 60 часов в сутки. Вот это мне страшно импонирует. Слушаю «Битлз», «Ливерпульскую четверку», «Люблю, обожаю». Любимая песня «Yellow Submarine». Не уверена в точности слов, но якобы что-то вроде «We can live in yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine». Я вообще слушаю только русскоязычную музыку, исключительно. Лет 20 назад, наверное, слушала. Когда попадается, слушаю. Конечно, я их очень люблю. Лишь на нем вырос. Куда деваться. Битлз – это навсегда. Always. Forever. Я тоже хочу сказать, что Битлз – это навсегда. Те, кто однажды слушал эти песни или услышал эти песни, запомнил их навсегда. О группе «За Битлз» мы поговорим сегодня еще обязательно. Мы на этом не остановимся. Я больше, чем уверена, мы и послушаем сегодня композиции Битлз. Ну а пока обратимся к другим людям, которые тоже в своем направлении, в своей профессии считаются лучшими и знают много всего интересного. Алина, я предлагаю обратиться за советами к дизайнеру. Ведь столько вокруг всего красивого, необычного. И как свое жилье сделать еще интереснее, нам расскажет Екатерина Максак. Нарисовать планировку квартиры самостоятельно или обратиться к дизайнеру. Первый вариант кажется более экономичным, но грамотный специалист как раз и поможет избежать ненужных трат. Дизайнер знает тенденции рынка, знает сегменты по ценообразованию на рынке, по материалам, подсказывает с поставщиками, потому что каналы эти нарабатываются годами. Мы отбираем надежных поставщиков, которые не подводятся сроками, не подводят с качеством материала. И этим самым вы экономите свои ресурсы. Обои, ламинат и плитку с помощью опытного дизайнера можно купить со скидкой. Как считает наш эксперт, сэкономленная таким образом сумма покроет расходы на дизайнерский проект. В среднем самый простой вариант – помощь при расстановке мебели в квартире. Обойдется в сумму от 100 до 300 рублей за квадратный метр. Цена зависит от опыта, стажа и даже места работы специалиста. Например, фрилансер непомерных денег не потребует. Сохранит бюджет и своевременное обращение к профессионалу. Еще при планировке нужно учесть множество важных моментов. Иначе придется все переделывать. А это дорого. Вообще, в идеале, я считаю, что нужно к дизайнеру обращаться еще на этапе приобретения квартиры. Зачем это нужно делать? Когда вы приходите с готовой планировкой, оказывается, что помещение не соответствует желаемым требованиям. То есть мы не можем разместить мебель так, как бы нам хотелось. Мы не можем сделать детскую комнату в тех габаритах, которые нужны для этой семьи. Может быть, в семье два или три ребенка, и это совсем другие потребности. Но главная причина обращения к дизайнеру – поиск гармонии. Профессионал не только обеспечит жилью комфортный и красивый интерьер, но и поможет создать нужную атмосферу в доме. Что это будет? Креативное пространство, уютное гнездышко или роскошные апартаменты – решать вам. Ну, естественно, украшать свой дом необходимо. И так хочется вот в новом году внести что-то новое, прекрасное. Так что, дорогие друзья, смотрите нашу рубрику и мотайте на ус. Главное, чтобы он был здоровым, этот самый ус плотным, и не порвался в самый неподходящий момент, не обломился где-нибудь. А ещё главное, чтобы было жилище и желание его как-то преобразовать. Вот мне, например, всегда не хватает зелёных красок в доме и каких-то ярких вот таких сочных тонов. Мне всегда хочется что-то где-то посадить, поставить, добавить, нарисовать. Ну, мне не очень это получается. Ну, дело в том, что, видишь, почему же не очень получается? Я думаю, что апельсины на нашем столе – это твоих рук делок. Очень творческие они сегодня у нас находятся здесь. Очень творческие они сегодня, да, лежат на нашем столе и радуют. Но я уверена, что не только заботы домашние радуют всех, в том числе и хозяек, но, естественно, о себе красивых тоже нельзя забывать. Поэтому предлагаю прямо сейчас узнать, как же можно восстановить сильно повреждённые волосы и воспользоваться этими советами. Сегодня мы поговорим о том, как восстановить сильно повреждённые волосы. Осветление, смывки, частые окрашивания, завивки, неудачные эксперименты – вот лишь те некоторые из процедур, которые могут нанести вашим волосам большой вред. Мы подготовили для вас подборку советов, продуктов и рецепт суперпитательной маски, которая поможет вам оживить волосы. Важно понимать, что для того, чтобы вернуть волосам здоровье, роскошный блеск и приятную мягкость, нужно запастись терпением и соблюдать регулярность. Ваши главные помощники здесь – касторовое и репейное масло, рыбий и козий жир. Эти продукты наносятся на волосы по отдельности, как самостоятельные маски, и выдерживаются от 30 минут до 3 часов. Эффект восстановления дают также мёд, яичный желток, сок алоэ, авокадо. Смотрите рецепт маски в конце видео. А сейчас мы хотим обозначить общие советы для тех, кто задаётся целью восстановить структуру волос. Внимательно выбирайте продукты по уходу за волосами. Читайте составы. Ваши шампуни и бальзам должны быть максимально натуральными, без парабенов, сульфатов и силиконов. Делайте восстанавливающие и питательные маски 1-2 раза в 7 дней, в течение 3-4 месяцев. Не забывайте о массаже головы. Используйте специальные скрабы. Рецепт смотрите на нашем канале. Время выдержки маски должно составлять от 30 минут, в идеале 1,5-3 часа. Избегайте по максимуму воздействия фена, плоек и утюжков. Ополаскивайте волосы после мытья кипяченой или фильтрованной прохладной водой с соком лимона. Регулярно обрезайте кончики. А теперь рецепт обещанной маски. Смешайте в равных пропорциях мед, касторовое масло и сок алоэ. Если ваш мед не жидкий, слегка подогрейте смесь на водяной бане. Нанесите маску на всю длину волос, отступая от корней примерно 2 см. Время выдержки от 1 до 3 часов. Для усиления эффекта маски мы рекомендуем добавлять в нее витамины. Отлично подойдут жидкие группы В. Но будьте внимательны и используйте их по отдельности, добавляя по одной ампуре в маску или бальзам. Эффект вы заметите уже после первого применения. А через 3-4 месяца регулярных процедур просто не узнаете свои волосы. Советуем чередовать эту маску с теми продуктами, о которых мы говорили вначале. Это были все советы на сегодня. Вчера, 15 января, состоялось достаточно важное событие в жизни Ростова и Ростовской области. Потому что 15 января, 2 года назад, ровно в этот день, была открыта новая радиостанция «ФМ на Дону» называется. И сегодня мы с огромным удовольствием будем поздравлять наших коллег. По-другому и сказать-то не могу. Наших друзей замечательных. И, конечно, хочется в первую очередь сказать «С днем рождения вас!» Ю-хо! Доброе утро, девочки! Вот тут сейчас фейерверки такие полетели, аплодисменты, музыка. С днем рождения! Конечно, тяжело, наверное, было вставать с утра. Кстати, представлю, а то мы-то знаем, кто у нас гостя. А гости не... Ой, а зрители не все. Итак, да, у нас в гостях сегодня Марина Орлова, музыкальный редактор радиостанции «ФМ на Дону». Ну, Мариночку, вы, уверены, все знаете. Доброе утро. И Инну тоже знают многие наши телезрители. Инна Панфилова, программный редактор радиостанции «ФМ на Дону». Доброе утро еще раз. Доброе утро. Как отметили? Весело отметили. Все было, было веселье. Был у нас праздничный эфир и не один. Был праздничный торт. Торт или гости. Торт. И торт тоже был. И гости были. Все было. Ну, тогда давайте вернемся на два года назад. Как же это начиналось? Да, два года назад все начиналось очень интересно. Дело в том, что музыкальной радиостанции еще тогда не было. И когда уже меня пригласили, я, выпускница Ростовской консерватории, пыталась каким-то образом понять, что нужно делать, как нужно делать, потому что не было еще программы, в которой мы сейчас работаем, не было песен. Ну, в общем, наверное, меня это и привлекло, и так вот увлекло, потому что все нужно было. Все с чистого листа. Все с чистого листа, ну, конечно. Хотелось бы, наверное, сказать, что мы уже на тот момент, мы работали, и у нас были Вести, радиостанция Вести. Это было небольшое вещание, новости, буквально немножко программ. Поэтому мы уже понимали, в каком направлении двигаться. И когда знали, что у нас появится такая радиостанция, уже заранее начали готовить программы, продукт. И поэтому тогда, 15 января, мы стартовали уже с большим количеством программ. А вот, кстати, сколько программ было тогда, два года? На тот момент приблизительно было 17 программ. Уже 17? Уже 17 программ. К первому дню старта? Да. Но я хочу сказать, на сегодняшний день их 22. Но не потому, что мы остановились на месте, мы просто заменили большое количество, и у нас появилось очень много новых. Какие-то мы уже отправили на какое-то время на отдых, появились новые. А есть программы, которые до сих пор, до сих пор, до первого дня, до обещания существуют? Да, да, есть, конечно. Но это те, без которых невозможно обойтись. Это куда пойти, афиши, что пишут. Новости, естественно, мы набираем обороты в ежедневном информационном выпуске. И интервью, большой информационный час. Это прямые эфиры с часу до двух, ежедневно прямые эфиры. Ну и дополнительно очень много нового интересного, о них мы тоже расскажем. Ну и, конечно, ранняя пташка. Конечно же. Замечательная утренняя программа, такая веселая, бодрящая, поднимающая с утра настроение, в которую мы уже три раза просили, и с нас туда не берут. Нас даже в гости не приглашают. Мы уже и так, мы уже и так. Не можем исправить эту ситуацию. Инна, сейчас мы к вам просто взыщем. Пожалуйста, пригласите нас в гости. Мы вас рады слышать в программе «Ранняя пташка», буквально в ближайший. Все слышали, все видели, все запомнили. Ирина пошла ва-банк. Да, что делать? Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Ну, естественно, я хочу спросить у Марины. Вы, ну вот скажите, пожалуйста, у вас наверняка звонят, да, говорят, что вообще область, как реагирует, как встречает вашу работу? Ну, я возьму на себя часть ответа, связанную с музыкой. Вот хотела еще тоже вернуться сначала на два года назад. Если с программами было более-менее что-то понятно, то очень долго мы думали насчет именно музыкального оформления. Мы хотели, чтобы нас слушали, хотели учесть те пожелания людей сделать так, чтобы слушали нас, чтобы у нас было что-то уникальное, что отличало нас от других радиостанций. И что мы придумали? У нас есть уникальные рубрики. Например, у нас каждый час звучат песни о Ростове и вообще о нашей Донской земле. Это очень нравится нашим слушателям. Они звонят, они высказывают свои положительные мнения. У нас есть рубрика «Музыка из кинофильмов», из советских кинофильмов. У нас есть «Золото эстрады», это всеми любимые песни советского времени. Ну и, конечно же, у нас есть рубрика «Наша в эфире», это наш уникальный проект, где наши донские исполнители имеют такую замечательную возможность заявить о себе. И, собственно, какой отклик идет от слушателей. Когда нам звонят, вот только буквально мы собирались ехать на нашу программу, и тоже было очень много звонков в плане музыкального оформления, что очень нравятся песни, очень нравятся наши рубрики, наши вот эти особенности, изюминки. Ростовские исполнители. Я точно знаю, чего у них там нет, Алина. Какой у них нет гимнастики, какой рубрики у них нет? Вот как раз-таки, может быть, этой рубрики и нет, но наверняка каждый раз перед эфиром, перед тем, как сесть перед микрофоном, наши дорогие гости делают артикуля... Артикуля... Вот все! Артикуляционную гимнастику. Естественно. И я предлагаю прямо сейчас ей заняться. Основное движение артикуляционных органов, губ, языка, щек, нижней челюсти – это база, освоив которую ребенку будет намного проще справиться с правильной артикуляцией звуков. Сегодня мы подготовили для вас подборку упражнений для классической артикуляционной гимнастики. Для того, чтобы ребенку было легче контролировать свою мимику, лучше выполнять упражнения перед зеркалом. Особенно это касается первых занятий. Не надо пытаться сразу освоить все. Выберите для начала несколько упражнений. Начинайте с 5-минутных занятий и потом постепенно увеличивайте продолжительность до 10-15 минут. Каждое упражнение повторяйте несколько раз. Первое упражнение – улыбка или заборчик. Губы ребенка растянуты в естественной улыбке. Зубы сжаты. Все передние зубы, клыки и часть коренных зубов хорошо видны. Важно, чтобы мышцы шеи, плеч и лица в целом были расслаблены. Второе упражнение – окошко. Упражнение учит удерживать рот широко открытым, активизирует круговую мышцу рта и подвижность верхней губы. Следующее упражнение – шарик. Тренирует как артикуляцию, так и дыхание. Надуваем и сдуваем щеки. Упражнение – часики или маятник. Язык маятник отклонять то в одну, то в другую сторону. Следующее упражнение – качели. Открыть рот и острым кончиком языка потянуться сначала к носу, а потом к подбородку. Затем опять к носу, а потом снова к подбородку. Так качаются качели. Упражнение – ковшик. Широкий расслабленный язык поднимаем вверх. Следующее упражнение – трубочка. Кладем язык на нижнюю губу и сворачиваем его. Упражнение – лошадка. Открыть рот, поднять язык к небу и щелкнуть им. Показать, как цокает лошадка. Повторите то же самое, но медленно. Смотрите, чтобы под языком натянулась уздечка. Упражнение – на растягивание уздечки. Имейте в виду, что выполнение упражнений для ребенка физически тяжело. Язык может уставать, подъязычная связка может болеть. Дайте ему отдых. Вчера радиостанция «ФМ» на Дону отпраздновала свой маленький, но такой прекрасный праздник – день рождения. И сегодня мы поздравляем всех работников станции непосредственно в лице двух очаровательных девушек с этим событием. Марина Орлова, музыкальный редактор, и Инна Панфилова, программный редактор радиостанции «ФМ» на Дону у нас сегодня в гостях. И мне бы хотелось спросить, вот как проходит один день из жизни радиостанции «ФМ» на Дону? Вот с чего он начинается, как он длится и чем заканчивается? Но поскольку радиостанция «ФМ» на Дону – прежде всего информационно-музыкальная радиостанция, то проходит в потоке новостей, начинается с программы ежедневной для корреспондентов. А вот первый человек во сколько? Конечно же, ранняя пташка, которые появляются еще задолго до рассвета, в половине седьмого они уже на работе, они уже готовятся к эфиру, который ежедневно. И вот они начинают день, с 7 до 9 ранее пташка будет, жители Ростовской области беседуют с жителями Ростовской области и задают темп. То есть первые люди, которые приходят на радио – это ведущие радиостанции и звукорежиссеры. Без него никуда. Далее кто приходит? А затем уже информационная служба, затем уже корреспонденты информационной службы готовят выпуск новостей, самое свежее, все, что утром удалось увидеть, самые интересные новости, выдают, готовят в эфир, в прямом эфире. Первый выпуск у нас выходит в прямом эфире, а затем уже начинаются программы, там уже время для креатива есть определенное. Поскольку у нас всего 4 человека работают над большим контентом, поэтому и круговорот событий… Это в информационной, 4 человека в информационном отделе. Да, правильно. Поэтому круговорот событий ребята умудряются и новостями, и программами заниматься, чередуя. А вы чем занимаетесь, Инна? Я точно так же занимаюсь программами, прямыми эфирами, подбором гостей. То есть мы ваш голос тоже в эфире слышим? Да, да, да. Мария, слышим, слышим еще Тимура Камышанского, Камышанской фамилии, забыла Алишера Хаджаева, Сергея Биланова, и еще Анна Глебова, Александра Мирошниченко, Наталья Тарасова, Кристина Олежка, Инна Билан. И за кадром у нас еще очень интересный человек, Вероника Киперева, которая только и делает, что ищет самую интересную информацию, уточняет и передает ее для службы новостей. Слушайте, ну вот два года с радио, вот с этой радиостанцией вас связывают, а до этого, до этого тоже радио? Для меня радио было совершенно новое направление. Я не думала, что мне придется поработать на радио, я безумно рада. Я работала в новостной телевизионной службе 10 лет, до того, как попала на радио, попала на радио благодаря Виктору Ивановичу, который со своим порывом, он просто в нас зажег эту любовь. Есть такой Виктор Иванович, давайте расскажем. Серпионов у нас, Виктор Иванович, я правильно догадываюсь? Виктор Иванович Серпионов, прародители радиостанции ФМ на Дону, который зажег в нас любовь к радиостанции. На сегодняшний день он возглавляет наш сайт don24.ru. Наше информационное агентство. А даже так? Если я не ошибаюсь. Я с тем, кто к себе до конца тоже, видимо, не знаю. А Мариночка чем занималась? Я училась в консерватории, собственно, я готовилась к своей будущей работе и занималась своими детьми. Отлично. Вот закончила консерваторию, пожалуйста, и пришла. Вперед из песни это называется. Хорошо, что пришли. Да, девочки, у вас осталось практически 10 секунд для того, чтобы вы сказали нашим зрителям. Доброе утро. Давайте по очереди. Доброе утро, жители Ростовской области. Доброе утро, хорошего вам дня и чтобы все ваши планы на сегодняшний день осуществились. Не переключайтесь, реклама не будет долгой. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok Кто сказал, что вторник – это не маленькая пятница? Ну почему нельзя во вторник наслаждаться музыкой? Тем более, что сегодня мы отмечаем замечательный праздник, связанный с известнейшей, легендарнейшей группой Битлз. Ирина? И у нас сегодня просто в гостях замечательный человек, который, я понимаю, так. Мы пальчиками щелкнули, играем в Битлз. Играем. Что-нибудь, да, еще другое, играем в другое. Человек-оркестр. Ирина, не пугайтесь, у нас не один человек, у нас трое. У нас трое их, да. Трое, не пугайтесь, сзади тоже люди. Так вот, у нас сегодня в гостях ансамбль песни и танца «Легенда». Не унять. И хочу, хочу поздороваться со всеми и представить наших гостей. Итак, художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Украины Марина Комарова. Доброе утро. Доброе утро всем зрителям. Доброе утро, дорогая студия. А Мариночка пришла не одна в сопровождении таких прекрасных мужчин, которые наверняка тоже имеют непосредственное отношение к ансамблю «Легенда». Итак, Денис Полетаев, музыкальный руководитель ансамбля «Легенда». Он сегодня уже подоказал, что он действительно музыкальный руководитель. Денис, уже успокойтесь, а то мы тут танцевать будем все утро. Ну, у нас сегодня два Дениса, у нас еще сегодня концертный администратор ансамбля «Легенда». Денис Хабарец, доброе утро, Денис. Доброе утро. Я вот так сейчас раз загадываю два желания. Ой, нет, одно, да? Два Дениса, одно желание. Хорошо загадалась. Все, можно дальше. Можно дальше продолжать. Ну, нужно отметить, что вообще, конечно, как-то с вашим появлением в студии сразу так как-то пританцовывать начинаешь. Утро яркое. Да, ярко так все. Вы всегда, когда где-то появляетесь, так происходит? Конечно. Свет и радость мы приносим людям. Такая знаменитая песня. А сколько человек в составе ансамбля? 19. 19 человек. Да, это весь коллектив. Поют, танцуют. Поют, танцуют. Играют на музыкальных инструментах. Еще являются и театральными актерами. Да, у нас большинство. Ариночка, я должна тебе сказать, что когда они были у нас в гостях уже однажды, тебя не было, ты ездила снимать «Точку на карте». И мы выяснили, что в этом ансамбле половина родственников. Да. Да, они все между собой каким-то образом связаны. Ничего себе, очень интересно. Итак, Марина, Денис, кто из вас будет рассказывать? У вас скоро совершенно замечательное событие. У вас будет театрализованное представление. Понемножечку, каждая, думаю, скажет обязательно. Но я начну. Денис продолжит. Денис поддержит. Поддержит. Он все время готов поддерживать. Значит, у нас 16 февраля 2017 года. 18-го. 18-го. Простите, уже все, уже Новый год. Перейти не можем никак. Никак, да. Закончить 17-й год. Никак праздники. Вот праздники, ощущения праздника, да. 18-й, 18-й, 18-й. Значит, 18-го года, 16 февраля у нас планируется в областном доме народного творчества музыкально-театрализованное представление «Широкая масленица», ярмарка Авдотьи Плющихи. Я сейчас напомню, это бывший ДК «Красный Аксай», что располагается на площади Карла Маркса. Да, да. Чтобы все сразу, мы так территориально... Чтобы было понятно, да, такое интересное название, оно как бы из двух частей, да? «Широкая масленица» и «Авдотья Плющиха». Вот как вы... Почему это все вместе связано? Кто эти люди? Кто эти люди? Скажите мне, пожалуйста. А то масленица так... и ушел. Масленица. Ну, во-первых, масленичная неделя в этом году очень ранняя. Она с 12-го по 18-е февраля. Февраля, да. Вот, как раз 16-е это пятница, 19.00, конец рабочей недели, когда можно прийти, насладиться искусством, поесть блинов, попеть масленичных песен. А почему Авдотья Плющихи? Потому что вот есть такая героиня, которая воспета в традициях и в фольклоре восточных славян. Авдотья или Евдокия. Правда, празднуется ее день 14-го марта. Почему? Потому что как бы вот 14-го марта — это уже когда поворачивается полностью земля к весне, начинают дуть весенние ветры. Почему Плющиха? Потому что ломаются льды, плющатся, да, плющатся все. Ну вот и мы, значит, нашим творческим коллективом, ансамблем песни и танцы «Легенда» придумали такое название, потому что это будет праздник-ярмарка. И эту ярмарку организовывает Авдотья. Она всех созывает на масленичное гуляние, она хозяйка этой ярмарки и, конечно же, ведущее, действующее лицо в этом музыкально-театрализованном представлении. Мариточка, я думаю, об этом мы поговорим ровно через минутку, потому что я хочу всем напомнить, что же такое ансамбль «Легенда». Песня «Легенда» «Легенда» Песня 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 «Легенда» одна из, скажем так. И, конечно, говорим о предстоящих событиях, потому что в ближайшем... Я думаю, мы послушали Битлз в исполнении Дениса, музыкального руководителя этого коллектива, а говорим мы о том, что у них проходит масленичное гуляние. Вообще много чего у них проходит, я так понимаю. И сейчас спросим. Да, и второй Денис у нас молчит все утро, его надо спросить. А вот Денис концертный администратор. Я так понимаю, что он главный по тарелочкам, по всем гастролям и так далее и тому подобное. Правильно я понимаю? Да, конечно. А вот вообще ансамбль – это же большой коллектив. То у одного там то горло болит, то там еще что-то, то настроения нет. Плюс все внутри коллектива – это семейные люди, друг с другом. Мужья, жены, дети, бабушки и дедушки. Большая такая семья получается. Мне кажется, что это где-то похоже на такой цыганский табор. Да, которым нужно очень умело управлять. Вот. Как вы с этими людьми справились? Как вам это дают? Каждому подход свой, к каждому разговариваем индивидуально. В общем, да. Не надо так по столу, не стучить, а то стол нам разобьет. А вот, понимаешь, это долгие разговоры, многолетние, уже сразу, четко. Он же научился, да, вот так управляет. Какое настроение будет, Денис? А вообще много гастролей у вас? Я сравнительно недавно пришел в ансамбль. Знаю его уже давно, но недавно с ними начал именно работать как администратор. И в данный момент нарабатываем концертную деятельность. Нам в преддверии Нового года на 80-летие Ростовской области в ОДНТ вручили автобус от администрации Ростовской области и концертную деятельность, рассчитывая на поездки уже за пределы Ростовской области. Даже за пределы Ростовской области? Конечно. То есть все понятно. Блинов на Масленицу поели, в автобус загрузились, поехали дальше. Денис играет, второй Денис руководит. Да, мы любим Ростовскую область. Правильно, правильно. Сейчас. Давайте вернемся все-таки к вашему замечательному мероприятию. 16 фироля оно будет, да? Еще раз, где? В ОДНТ, площадь Карломарса. Говорите нормально, как это называется? Областной дом народного творчества, площадь Карломарса. 5 дробь 1 в 19.00. Театрализованное, музыкальное, представление. Представление. Билеты надо приобрести заранее. Кстати, билеты. Билеты. Будут развешаны афиши, будут раздаваться рекламные флайера. В них указаны номера телефонов. Билеты можно будет приобрести непосредственно через меня, через кассирру. Все все понятно. И, наверное, в область творчества. Ну, наверное, да? Ну, и там тоже до власти, да. Вот вы идите по городу, вы видите Дениса? Вы говорите, а мне мой билетик на Масленицу. А он говорит, а пожалуйста. Да, конечно, конечно, с удовольствием. Легко. Мариночка, что там еще интересного будет? Нет, ну понятно, что все рассказать не надо. Нет, как бы давайте сохраним такую небольшую интригу, что будет. Конечно же, это будет с персонажами. Будет обязательно влюбленная пара, как я уже сказала. Будет хозяйка, скажем так, широкой Масленицы, ярмарки. Сама Авдотья Плющиха. Это наша ведущая артистка. Надеюсь, мы еще раз с ней здесь в студии будем, и она тогда подробнее немножко о своей роли так приоткроет за навесу перед нашими уважаемыми зрителями. И будет Барин, и Зазывалы, и Ерема, который будет... В общем, настоящий русский праздник. Настоящий русский праздник. Да, традиционные масленичные песни, традиционные русские народные песни с танцами. Все это с персонажами, с интереснейшим сюжетом. С яркими костюмами. С яркими костюмами. Будет задействована игра со зрителем непосредственно. Блины-то будут. Но вот блины как бы... Я поняла, приходить со своими. Приходить со своими, блины будут. Мы устроим праздник. Да, да. А поляна с нас. Да. Договорились. Хорошо. Хорошо. А зрителям надо в костюмах приходить? Это приветствуется? Приветствуется, если зрители. Это семейное мероприятие. Можно приходить с маленькими детьми, то есть от нуля до победного, скажем так. До 60, 70, 80. 99 плюс. Да, да. То есть с мамами, с папами, с бабушками, с дедушками. Это семейное мероприятие, рассчитанное на любой возраст. То есть каждый найдет что-то интересное для себя. Очень веселое, конечно, интерактив со зрителем. Конечно же, любимые песни нашего зрителя. И все это в лучших традициях русской масленицы. Это, видимо, оттуда. Да. Я так понимаю, что Денис подготовил нам музыкальное сопровождение. Просто Денис не знает, где отработать свое мастерство. Он решил к нам прийти поиграть. Друзья мои, напоминаю всем, что мы всех зовем на замечательное мероприятие ансамбля «Легенда». Хочу еще обратить ваше внимание, что члены этого коллектива будут еще не один раз в программе «Утро» до 16 февраля. Как знать, может, и потом еще разочек придут обязательно. Вы можете поучаствовать в этом прекрасном концерте, который пройдет 16 февраля. А сейчас мы все вместе хором должны сказать жителям Ростовской области «Доброе утро!» Три-четыре. Доброе утро! У меня такое ощущение, что сегодня действительно все играют и поют песни «Битлз». И звучит это из всех наушников, из всех радиоприемников, откуда только можно. Ведь не случайно 16 января – это день, всемирный день «Битлз» или, проще говоря, «Битломания». Ведь наши гости так замечательно сейчас играли такие же известные песни «Битлз» для весь мир, как и то, что мы с вами всегда знаем. Так вот, всемирное призвание группу получила в 1963 году. С этого момента на планете случилось вот такое сумасшествие, которое называется «Битломания». Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. Многие известные композиторы и исполнители брали с них пример. Кроме того, «Битлз» впервые использовали некоторые новаторские разработки в области звукозаписи и съемок видеоклипов. В настоящее время «Битлз» занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала «Роллинг Стоун». Вот такие они «Битлз», как говорят у нас в стране. Кстати, Алина, я хочу, чтобы ты сейчас и вместе со мной, с нашими зрителями, попробовали дозвониться к человеку, который и знает, и любит творчество этого прекрасного коллектива. Этой четверки из Ливерпуля. Зовут его Владимир Балабка. И он музыкант. Музыкант, ну, почти самоучка, скажем так. Он играет на трубе. И у него очень прекрасно получается играть как раз такие композиции «Битлз». Давайте попробуем набрать номер телефона. Может быть, Краснодар нам сегодня ответит этим ранним утром. И так я напомню, что мы пытаемся связаться с Владимиром Балабка по телефону. Он находится в городе Краснодаре. Ну, вот, видимо, раннее утро. И либо Владимир еще спит. Либо уже, наверное, уехал на работу. Не удается нам с ним связаться. Тогда я расскажу, Алина, тебе эту историю. Она была 30 лет назад. Это замечательная история, которая связывает меня, Владимира Балабка и коллектив «Битлз». И выглядело это следующим образом. Когда я узнала, что я беременная, а Владимир Балабка оказался другом моего мужа, он сказал, «Черная, родишь сына, я сыграю тебе на трубе под роддомом». Ну, я думала, что это шутка, честно тебе скажу. А в то время мы все очень бредили композициями группы «Битлз». И, в общем, когда я оказалась в роддоме, нам принесли деток кормить. Вдруг в какой-то момент, тоже раннее утро, зазвучала труба возле роддома. Все подняли голову, оторвались от кормления детей и спросили, что это. И одна только я сказала, я знаю, что это. Как это звучало, вы услышите прямо сейчас, потому что мы накануне записали в исполнении Владимира Балабка замечательную песню «Естудэй». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дело в том, что в последнее время все чаще и чаще стало принято кормить животных сырым мясом. Если оно есть, то тогда кормят сырым мясом. Если ты, не знаю, кормишь ли ты сырым мясом, так вот, ученые доказали, что есть определенные опасности, связанные с тем, чтобы кормить своих четвероногих друзей сырыми продуктами. Оно может привести, сырое мясо может привести к травмам зубов и кишечника, а также к проблемам роста у домашних животных. Но более того, были проведены, естественно, исследования. Взяли сырое мясо и исследовали его разные виды. Так вот, в 23% исследованных продуктов содержалась бактерия Е. колли, так называемая. И оказалось, что в основном она антибиотикоустойчивая. И если поглощать эту бактерию, то могут возникнуть ряд проблем. А замороженная мясная продукция опасна не только для домашних питомцев, но и для владельцев, потому что зачастую передается от домашних питомцев их владельцам. Так что, дорогие друзья, если вы решили прямо сейчас накормить своих животных, лучше сварите им мясо, чтобы оно было наверняка полезное и безвредное. Ну а пока ваши животные занимаются приемом пищи, а точнее завтраком, вы можете отвлечься на минуту-другую и послушать гороскопы от Изабеллы Городецкой. Овны, не упрямьтесь и не сопротивляйтесь новым веяниям в вашей жизни. Сегодня, вероятно, непредвиденные расходы. У тельцов будет непростой день. Вам нужно остановиться, осмотреться, отбросить амбиции. Вы на пороге новых открытий. Близнецам сегодня не следует принимать принципиальных решений. Траты будут неоправданы. Раки, откажитесь от своих амбициозных планов. Разум вам сегодня плохой подсказчик. У львов время тонкой интуиции и творческого начала. Все это вы сможете проявить на работе. Девам стоит вложить деньги в знания, хорошо записаться на курсы и завершить все дела. Весы. Сегодня вами движет выгода и чувства. Актуальны вопросы авторитета и новых возможностей. Скорпионам разумно использовать первую половину дня, чтобы разорвать отношения, которые себя давно изжили и вносят в вашу жизнь дисгармонию. Стрельцам стоит позаботиться о своем здоровье. Не переедайте сегодня. Вероятно, финансовая расточительность. У козерогов будет неплохой день, но повод для расстройства все же найдется. И связан он с отношениями и с желанием ускорить развитие ситуации. У водолеев настроение будет очень даже неплохое. Вам представится возможность исправить какие-то ситуации. Чрезмерный размах может негативно повлиять на финансы. Рыбам следует скептически подойти ко всем заманчивым предложениям, но тщательно все проверить. А в делах появятся отсрочки, задержки и проволочки. После того, как звезды рассказали, как нам держать себя в течение этого дня, я предлагаю наверняка узнать, какая погода на улице, чтобы все было вообще идеально. Идеальное утро на утреннем телеканале Ростовской области. Под таким девизом можно выходить. Итак, сегодня 16 января. В Ростове-на-Дону обещают минус 2, минус 4. Будет снег в течение дня срываться. Ну и ветрено достаточно тоже будет в Донской столице от 7 до 12 метров в секунду. Я думаю, те, кто сегодня проснулся в Вешенской, с удивлением обнаружили на термометрах за окном минус 17. Днем потеплеет до минус 5. Будет солнечный и небольшой снег. В Чертково тоже сейчас довольно прохладно. Минус 13. Днем тоже минус 5. Снег и солнце. Ну не так, мороз и солнце. День чудесный. Да. Дело в том, что вот немножечко в Таганроге теплее, до минус 3 снег, а в Белой Калитве минус 4 тоже снег. Ну если можно так сказать, вот теплее, да? Минус 8 сейчас в шахтах, а днем температура воздуха поднимется до минус 4, и тоже будет солнечно со снегом. А вот в Аблиевской сейчас минус 17. Просто зима подобралась вплотную к нашей земле, к Ростовской. В Волгодонске минус 5, и снег в Сальске минус 4, и тоже будет снег. Там, кстати, самая теплая ночь была сегодня, минус 2 всего лишь. Навсего столбики термометров показывали. Но дело в том, что, в принципе, зима-то пришла в Ростовскую область, и до конца недели будет достаточно прохладно. Единственное, что в четверг, как говорят синоптики, температура днем будет плюсовая. Плюс 2, где-то плюс 3 в городе Ростове обещают. Но в любом случае уже чувствуется зима, и будут осадки в течение всей недели. В виде снега нас ожидают, наконец-таки, осадки. Сразу вот как-то после Старого Нового года так зима наступила. Она, по-моему, решила так что олдскул такой вспомнить старые времена. В выходные дни, кстати, погода разъяснится. На улице будет светить солнце, хотя периодически оно будет скрываться за тучами. В субботу синоптики обещают, что будет без осадков температура, воздуха будет плюс 1. Ну, вот так вот. Плюс 1, минус 1. В общем, вот такая вот погода. В любом случае морозная погода немножко, не весенняя уже, слава богу. А то как-то мы в конце декабря ощутили приход весны, кое-где зацвели цветы, пробивались зеленые листочки и почки на растениях. Не хотелось бы, чтобы так было. Зима полностью уступает свои права. Поэтому, друзья, не забывайте одеваться тепленько, чтобы всегда ножки были в тепле, ручки в тепле. А значит, настроение будет хорошее. Здоровья вам и прекрасного сегодня рабочего дня. Ну и, конечно, смотрите утренний телеканал Ростовской области. А если вдруг не окажется телевизор, то всегда заходите на наш сайт www.don24.ru и будьте в курсе самой актуальной и интересной информации. Ну а завтра вновь здесь встречаемся, как обычно, как сегодня, не расстаемся с телеканалом Дон-24. Одежда ведущим предоставлена магазином дизайнерской одежды «Броско». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова